Субтитры создавал DimaTorzok Вы задержаны за административное правонарушение 18.3, 20.6.1 Кубекса Российской Федерации административных правонарушений Надеюсь, газ не пустите? Выхлопные газы не пустите, и буксалон? Газ не выпустим! А марлю с хлороформом на лицо не наденете? Нет, нет, на сценарий такси каждый раз добываю его. Вы же не звери! Потрясающе! Да вы не звери, да. На ступеньках его так сбили. Добойте на улице. Я не хочу дышать с этим запахом. Ну пойдемте, пойдемте. Я останусь. Я вижу воздух или нет? Как скажете? Пойдемте на улице. Нет, ну, я думаю, что и вам тут так приехал. Будьте любезны, Мануев, поедите. Ну, может, зачитали ему права, обязанность защитника по поводу защитника. Мануев, вам объяснили, что вы имеете право пользоваться защитником и все остальные права обязанности? Ты кто такой? А я представлялся, вы забыли, что ли? Ты будешь протокол составлять или что? Сейчас разберемся, кто будет протокол составлять. Вот когда разберешься, тогда я буду задавать вопросы. Права, обязанности вам разъяснили. Когда будешь составлять протокол. Хорошо, я не помню, я не помню, что вы не помните. Да ты не суйтесь, не суйтесь. А чего еще ты суйтесь? Да я не знаю, что. Ты еще определись, будешь ты составлять или нет вообще, будешь вести дело. А почему нет? Да я говорю, определись. А то мне говорят, сначала Мороз будет вести, теперь почему-то. Он будет, вопросы мне задают какие-то глупые. Что, опять Мордасов будет? Да я не знаю, ему не стоит вообще этим заниматься. Ольга, у вас телефон Дениса есть? Всего-всего доброго, до свидания. У меня нет, сейчас я Тане позвоню. Что, до свидания. До свидания. Вы уходите или я ухожу? Не, я ухожу, я. Смотрите, ваш товарищ убежал. Он вам меня передал? Ну, что ну? Ну, слава знаете русские? Да, передал. Не ну там, не это. И како? Факт приема-передачи. Акт. Акт приема-передачи. Записай, акт приема-передачи. Что за акт приема-передачи? Вот поясните, что за акт приема-передачи. Ну и знаете, я как, смотрите, вот меня доставили. С момента, как меня доставили, идет задержание, правильно? Правильно. Должен быть составлен протокол. Вы будете протокол составить задержание? Составляет сотрудник уже. То есть вы меня не задерживаете, правильно вас понимаете? Что, мы задерживаем. Значит, вы будете составить протокол? Не я буду ставить, будет ставить сотрудник. Какой? Напарник мой, старший. Какой напарник? Вы лично меня задерживаете? Вадим, Вадим. но я вам отказывает это просьба я понимаю что такое поэтому я спрашиваю вы мне будете задерживать протокол будете составлять лично вы вот ваш коллега несмотря на то что он сказал что я задержан самов страницах еще вы через пять минут вытащить точно также чесненько никому я потом буду предъявлять претензии потом выяснится что никто мне не задерживала то есть я буду составлять вдвоем будете составлять для вас вы такой очень важный человек по суальное лицо кто будет составлять кто будет подписывать вас совсем ознакомит вы не торопитесь не суетитесь к вам или либо вы сейчас все узнать задержан я или нет я не задержан вы слышали ольга фиксируйте если уже задерживать это задерживаться положено в клеточку понимаете а не надо со мной играться словесно доставлен для временопровождения владимир наилович пройдите пожалуйста вы ко мне применяйте силу пройдите я понимаю вы ко мне силу применяйте не можешь озвучить я озвучил уважаемый озвучить еще раз я не только дурак мне не понятно ты будешь протокол задержать если вам непонятно можете вызвать адвоката вам все объяснит я еще раз говорю я задержан или нет да нам да просто я понял что доставлю доставление доставление задержания универтия задержание 76 Treasure Un Kirk wonder Se music универтия од desar Слушайте, какую процедуру ты совершаешь? Какие законы? Я нахожусь здесь, для составления протокола. Я не обязан находиться в правом углублении в области средства наручники на основании статьи 20 и 21 законопростики. Это понятно? Я задержан или нет? В качестве доставленного здесь. Я задержан или нет? Так он не задержан. Ты понимаешь или нет? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Пока нет. Он не задержан, он может идти. Владимир Владимирович. Он не задержан. Это произвол. Это нарушение. Превышение должностных полномочий. Ты чего? Превышение должностных полномочий. Смотри, снимают. Ольга, давай я передам тебе. Превышение должностных полномочий. Можно подойдите и возьмите телефон. Поверните, снимайте меня. Смотри, что они делают. Я не задержан, но они меня, это, наручники. Сильно, сильно не сжимайте, чтобы мне больно не было. Все, выйдите, пожалуйста, отсюда. Я так он уже заставлен. Да, мне тоже привели. А у меня осталась там сумка. Меня, ко мне применили силу тоже. Ко мне тоже применили силу. Сумочку положите назад, стулчик. Все. Саша, его выпускать? Нет, не, не пускать. 19.3. 19.3. 19.3. Задержан я в 11 часов 20 минут. Точнее, не задержан, а доставлен сюда. Ну, соответственно, фактически я удерживаюсь с этого времени. Исходя из предыдущих событий, значит, протокол мордасов задержания никогда не оформляет. Даже по моему требованию. Естественно, это все зафиксировано у меня. Чарегин, вы мне скажите, вы меня будете все три часа задерживать или как? Ну, тогда да. Или вы меня прямо сейчас отпустите? Да нет, Владимир, сначала он сам задерживает. Не, ну у вас такой есть мордасов. Любитель поддержать. А? Вы не любитель поддержать? Я не вижу наставание, вечности, что установлено. Вот, как он будет, он сам, сейчас он вас примет. Да, сейчас он ничего не примет, ничего не будет он пока не мерить составлять. Я к вам обращаюсь с просьбой, вызовите, пожалуйста, скорую помощь. Я не буду сейчас говорить на видеокамере. Кадюш, ты все слышишь? Прозвони, пожалуйста, Денису и скажи, что происходит. Ему надели наручники. Сказали, что он не задержан, но надели наручники. Мне надо желательно прямо сейчас подышать свежим воздухом. Мне начинается... Дзержинского 7. Я могу потерять. Я стою за пределами, ну, как руку держит. Что у вас? Я сейчас скажу, что это плохо. Отвони, я наручники по свежим воздухам. Да, одновременно... Я сейчас боюсь, что я Володю забил. Смотрите, по-моему, ждать мы будем потом. Я сейчас упаду и... Ему нужна скорая, срочно. Пойдемте на улицу, я в наручниках никуда не убегу. Я не убегу в наручниках. Танюша, позвони Денису, да? И позвони все, кто может, пожалуйста, сюда. Это должны видеть все. Кто сможет подойти, кого сможешь обзвонить. Я могу подышать свежим воздухом. У меня, наверное, лицо красное. Ага, поняла, да? Посмотрите, на лбу спарина. Вам же сказали вызвать скорую. Вы что, хотите, чтобы он умер здесь? Я не могу подышать подышать, понимаете? Чтобы мне стало легче, чтобы мне подышать, надо свежий воздух. Я начинаю нервничать. У меня отолнение может подскочить давление. Точнее, на него, что у нас крыжа подскочила. Вам нужна смерть его, да? Им нужна смерть, я понимаю, да. Я, честно говоря, наблюдаю. Можно я выйду на улицу? Не понимаю тоже, что им нужна смерть. Давайте выйдем на улицу, чтобы я смог вам сказать, что сказать скорой. Мне сейчас плохо станет. Вы не понимаете этого? Вызовите скорую, человек умрет сейчас. Сначала мне надо свежим воздухом подышать. Выпустите, у него испарина, он белый. Вежим воздухом подышать, ты не понимаешь? Потрогай, у меня лоб. Он белый, у него испарина. Алло, алло. Здравствуйте, это Саналли. Можно машинку скорой помощи в отдел полиции? Он умрет сейчас, вы что? Семь. Мне препятствует даже снять, как довели человека до обморока. Мужчина жалуется, что ему плохо. Он в обмороке, вы что? Вы посмотрите, у него лоб мокрый, он белый. Владимир Владимирович. А что делать дальше? Он на век. Ты не сучишь. Вы удивительно спокойны. Он говорит, говорит, плохо ему. Не дают даже подойти, оказать помощь и дать воды. Не впускают. Он говорит, что ему плохо. Мне нельзя даже войти и дать ему воды. Владимир Владимирович, спрашивают, что у вас болит? Он не может говорить, вы что, не видите? У него давление. Вы что делаете? Он же сейчас умрет. Вы представляете последствия? Алло, алло. Он молчит. Вы что делаете? Ну, нужно, говорит, самочувствие плохо. Он ничего не говорит, он ничего не говорит, он уже в обмороке, он без сознания. Он же умереть может. Вы что, никакой помощь не оказывает, ни искусственное дыхание, ничего. Вообще не оказывают первую помощь полиция. Вы посмотрите, специально стоят и ждут, когда он умрет. Я сказал, что ему плохо. Может, там с давлением что-то, может, повышен. Да вы что, у него же сейчас инсульт может быть. Владимир Владимирович, спрашиваю. В полиции никто, никто не оказывает помощь человеку в обмороке. Никто не оказывает первую помощь. Вы этому обучены. Вы ждете его смерти, вы почему первую помощь не оказываете? Ну, сейчас я его привык, чувствую. Он у нас масочку здесь, здесь у нас запрещено. Только попробуйте надеть ему масочку. Почему нет? Только попробуйте, он и так задыхается, он умрет. Меня толка. Отойдите в стороночку. Не смейте надевать ему маску. Не смейте, он задохнется, у него гипоксия будет. Вы посмотрите, что делают. Вы посмотрите. Пустите меня оказать первую помощь человеку. Пустите оказать первую помощь. Вы что творите? Вы представляете, что будет? Я не знаю. Вы представляете, что будет? Если он умрет сейчас, что будет? Вы представляете, что будет? Вы что, издеваетесь над человеком? Пустите, дайте мне ему воды дать. Издеваетесь здесь вы. Уважаемая, как вас звать? Дайте мне воды. Ой, ему воды. вы хотите чтобы он задохнулся вы видите что у него прединсультная стадия он белый у него что делаете вы ждете когда он умрет вы почему не оказываете первую помощь вы обучены этому снимите с него наручники хотя бы он с вами не дрался и не кусался у него в руках был телефон зачем на него надевать наручники если у него в руках был телефон алё денис они надели на него наручники он уже лежит без сознания ну потом я не знаю почему потому что я пришла в качестве слушать в качестве слушателя на судебное заседание и вот в итоге в итоге он сейчас да да ему не сказали что он задержан но при этом его задержали а вот ты спроси у них почему они надели на него наручники он лежит без сознания белые у него испарина они все ходят и только насмехаются даже не оказывают первую помощь даже не оказывают первую помощь нету я вообще не уверена что они ее вызывают главное он звонит в скорую и говорит он говорит что ему плохо а он давно ничего не говорит вот он лежит в полицию скорую может вызвать только полиция да ладно знаю точно если человек находится в полиции скорую может вызвать только полиция нет я пошла пешком а его повезли да нет его задерживали и там его чуть не сбили на ступеньках но видимо да видимо да а сейчас они просто стоят и ждут когда он просто кони двинет реально вот реально стоят и выжидают меня тоже не пропускают даже водой полить вот ли лицо или что чтобы привести в чувство меня не пропускают силой причем по возможности желательно подойти сюда давай потому что мне кажется они вот я не знаю сколько это будет длиться я веду съемку сейчас на его телефон и говорю по своему с тобой давай чего ждем вы просто мне скажите вы чего ждете на что надеетесь вы же на что-то надеетесь я должна как-то смерть в прямом эфире я должна сейчас сжать в кулак все и свое сердце и свою волю и свои силы и снимать как человек умирает у всех на глазах я смогу не переживайте может потом умру сама но сейчас я смогу доснимать все это до конца пока меня не сменят стоим полиции и наблюдаем я большего зверства еще в жизни не видела свидетель простой свидетель народ я я народ тот самый ну как хотите так и считайте я больше чем представитель он был белый у него испарина наручники хотя бы снимите человеку плохо он у вас наручников это что гестапо что ли ребята вы хоть понимаете вот вот по моим это все только за то что человек хотел попасть на судебное заседание чтобы ему повредить воспрепятствовать вот это все устроено наручники с него снимите наручники снимите с него наручники снимите наручники снимите наручники с человека снимите наручники девушка здесь есть кто-нибудь старший дежурная часть это где будьте любезны пригласите кого-нибудь вышестоящего кто у вас по должности выше чем маргас начальник присутствует пожалуйста пригласите начальника вы меня не слышите да мне ближе подойти будьте так любезны пригласите пожалуйста сюда начать начальника человека в наручниках лежит без сознания какой начальник был у нас начальника отдела полиции пригласите сюда а я откуда знала что он начальник о как все запущено так не нарушали бы законы не снимали бы кино что за необходимость была во всем этом так скорая будет или нет то что вызвали это не говорит о том что она едет вы начальник оказывается да это вы начальник отдела так наведите порядок в отделе порядок в отделе я к вам обращаюсь как начальнику которого я еще не знаю возможно вы хороший человек вот это что творится только из-за того что человек хотел попасть в суд это всего лишь ваши доводы это не доводы это мое я вот вижу это все это очевидно это не доводы это объективная реальность это а зачем на него надели наручники не было оснований не было оснований если вы считаете что только поповец превысится и должное полномочие вы можете встать за голову обязательно и это не доводы это объективная реальность скорую поторопите пожалуйста нет не знал скорую поторопите потому что мне уже плохо сейчас я еще упаду то есть тебе нет ничего да как вы все усиленно закрываете то творимое вами безобразие как вы это усиленно закрываете плечами вы еще верхом на него сядьте чтоб он задохнулся совсем хотели удушить этой тряпкой пластмассовой в виде маски как хотелось надеть чтоб он задохнулся а вы начальник полиции будьте любезны оглянитесь теперь и посмотрите на меня вы видите как мне плохо нет вы понимаете на мое лицо посмотрите я держусь из последних сил я держусь я не брать не медик нет видно у меня испарина испарина да и я вот-вот и я вот-вот упаду нет мне не жарко я очень легко одета вот нет я постараюсь не упасть до того момента пока меня заменят я постараюсь не упасть даже если когда меня заменят я умру сколько времени никто даже не пошевелился даже на шатырь не поднесли даже валидол в рот не сунули зато масочку хотели надеть конечно разом перекрыть доступ кислорода чтоб уже точно не встал какое прекрасное было решение давайте ему масочку наденем и пришлепнем побольше посильнее к лицу это ж надо такое сообразить у человека человек потерял сознание ему плохо у него или гипертонический кризис или вообще инсульт а может инфаркт а ему масочку хотят надеть чтобы уже конкретно довести до конца вы не подскажете для чего ваш сотрудник когда человек без сознания хотел надеть ему масочку что специально чтобы уже придушить ведь ясно что человеку нужно открыть форточку и нужно на свежий воздух и сейчас его надо на свежий воздух они ему масочку хотели надеть только что сняли наручники вот буквально вот несколько секунд он лежал в наручниках причем это не преступник он ничего не сделал абсолютно он хотел попасть на судебное заседание свое он в наручниках пролежал я даже затрудняюсь сказать сколько как вас зовут и только перед вашим приездом сняли чтоб скрыть следы как вас зовут давайте постараемся подняться он не поднимется пусть помогут сотрудники полиции вы представляете они держали его вот так и в наручниках еще вышел и говорит а давайте на него масочку а давайте на него сейчас масочку наденем представляете надо форточку открыть и свежий воздух они говорят а давайте на него масочку наденем а ему нужно свежий воздух срочно ему нужно открытая форточка заведите его в кабинет где можно форточку открыть ему нужен доступ кислорода он говорит а я ему я ему масочку сейчас надену какой ужас какой ужас какой ужас вот так у нас вершится правосудие для того чтобы воспрепятствовать человеку попасть на судебное заседание с ним вот такой вот вот такой вот произвол учинили вот такое превышение должностных полномочий только для того чтобы воспрепятствовать правосудию потому что в данном суде заинтересован сотрудник полиции в том чтобы был перекрыт доступ к правосудию заинтересован сотрудник полиции мордасов лично лично он имеет личную заинтересованность поэтому человека скрутили чуть не разбили на ступеньках в суде накинулись на него а следом надели наручники скрутили уже в полиции только чтобы воспрепятствовать правосудию все это делалось ради того чтобы воспрепятствовать правосудию ему перекрыли доступ к правосудию дайте ему выйти не убежим мы никуда куда ему бежать ему плохо просто я не смогу ему помочь а человек сможет помочь ему выйти знаете если бы он вел себя адекватно я бы с удовольствием вызвал вы меня знаете вот но он ведет себя настолько неадекватно что я не могу его везти а я занят то есть я не могу одного сотрудника отправить с ним стоять неизвестно что там случится судак ты белоглазый отмороженный ну если ты видишь что ситуация накаляется ну переведи стрелку на другой день ну здравствуйте цель вашего видения судебное заседание хорошо ваши документы а что по нас что вы не спрашиваете без металла в карманах одежда улажный на двойную во всех в ты что так так говорит отказать вопрос как вот вот и ну вот есть Продолжение следует... 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 Продолжение следует...